Череда праздничных митингов, посвященных событиям 75-летней давности, движется по Славянскому району. Снятие оккупации немецко-фашистских захватчиков первыми в районе почувствовали жители прибрежного сельского поселения. За ними свободно вздохнул Славянск. На очереди была территория Анастасиевского поселения. Оккупация пришла в станицу 8 августа 1942 года. В этот день сельскую тишину нарушили выстрелы и послышалась чужая речь. Фашисты вошли в станицу. Немцы выгнали жителей на улицу. Был выбран атаман и предупредили, что кто не будет подчиняться, расстреляют. Оккупанты заставляли молодых женщин, вдов, детей выполнять тяжелый труд – таскать кирпичи для укреплений, снаряды для орудий. Почти 8 месяцев хозяйничали оккупанты на нашей земле. Они успели угнать в Германию около 50 жителей станицы. Весной 1943 года в станице Анастасиевской стояли отборные горнопехотные полки, штрафные подразделения и офицерские части 17-й немецкой армии. Хутор-свистельники немцы укрепили несколькими линиями обороны. Много танков было зарыто в землю, превращено в огневые точки. Советское командование бросило в район станицы несколько дивизий и морских бригад с севера-востока со стороны хутора Ханькова и хутора Прикубанца. Все они должны были одним сильным ударом выбить немцев из Анастасиевской и не останавливаясь с голубой линии. Но молниеносного удара не получилось, так как из-за распутицы дороги были непроходимы для техники. На рубеж вышли войска 41-й Сухумской дивизии НКВД. Из воздуха высадился в камыши десант из 360 воинов. Ночь с 30 на 31 марта 1943 года была туманной, моросил дождь. А утро оказалось ясным, и немцы заметили десант, который высадился на ровном месте в плавнях. Враги в упор расстреляли десантников. Из Сухумской дивизии пришлось вступить в бой, не дожидаясь прихода подкрепления. И этот бой они выиграли. Станица Анастасиевская была освобождена утром 31 марта 1943 года. Об этой великой истории в беззаветном служении Родине должны помнить потомки победителей. Митинг, посвященный освобождению станицы, на мемориале памяти традиционно прошел многолюдно. С приветственными словами выступили председатель Совета Славянского района Григорий Литовко и глава поселения Александр Семко. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романович Сенеговский, от имени Совета района поздравить всех нас с этим замечательным праздником. Мы считаем, что это второй праздник после Дня Победы для нашей Кубани. И мы должны помнить всегда, какой ценой завоевано счастье, чтобы сегодня мы стояли с вами мирно в этой красивой, уютной нашей станице. Наш общий долг своими светлыми и добрыми делами продолжить эстафету славных дел поколения победителей с помощью непобедимого оружия, которое досталось нам наследство, сплоченности, единства, веры в свои силы и любви к Отечеству. Мы помним и чтим ваш подвиг, благодарим вас за стойкость и мужество и искренне желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. В Анастасиевском сельском поселении в настоящий момент проживают 86 дружеников тыла, 146 детей войны, 14 несовершеннолетних узников и 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Жители всего района, внуки, правнуки и праправнуки, желаю всем здоровья и долгих лет жизни на благо нашей Родины. От меня лично, не знаю, благодарность всему народу, который поддерживает нас сейчас и вечная слава павшим героям за освобождение. Всего доброго. Подрастающее поколение Анастасиевского сельского поселения чтит память об их подвигах. Трогательные стихи и возложенные к мемориалу цветы от жителей станицы – еще одно доказательство того, что значимость подвига каждого, кто прошел Великую Отечественную войну, даже спустя 75 лет не меркнет. Мария Климова, Роман Подопригора, Константин Монастыренко, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok